Приветствую! Сегодня тема новая, новый блок лекций, посвященный костюму материальной культуры и быту Древней Руси. Но прежде чем мы перейдем к новой теме, мне бы хотелось озвучить вам задание на ноябрь. На этом слайде вы сейчас видите перечислены пять тем по материальной культуре, костюму и быту в Европе 18 века. Итак, Европа 18 века у нас остается на самостоятельное изучение, и посредством ваших докладов мы эту тему закроем. Как видите, тем всего пять. Это материальная культура, быт и костюм в Италии, Испании, Франции, Англии или Германии 18 века. Работать мы будем по той же схеме. Каждый из студентов выбирает одну из тем. Далее готовит текст ответа по теме и использует схему ответа мужской костюм, женский костюм, овощи, украшения, ткани. Ну и, конечно, нужно подготовить презентацию на пять-восемь слайдов, рассчитанную примерно, для того, чтобы ваш ответ, ваш текст был еще и проиллюстрирован. Имейте в виду, что нужно будет обязательно сдать именно сам текст ответа, то есть, если вы сдаете только одну презентацию, этого будет недостаточно. Ответ должен быть хорошо структурирован. Схему я вам здесь привела, примерную структуру ответа. Ну и, конечно же, используйте учебные пособия, не нужно использовать Википедию и прочие источники, которые не являются источниками знаний университетского уровня. Так, ну, с заданием мы разобрались. Задание нужно будет сдать до первого декабря. Далее у нас уже будет, получается, с вами еще одно большое задание, это реферат. И таким образом мы закроем с вами оба вопросы экзаменационных билетов. То есть, совокупность вот этих четырех заданий в течение семестра плюс реферат вам дает возможность получить оценку экзаменационных. Ну, а сегодня, как я уже говорила, у нас с вами новая тема и посвящена этой серии лекций будет материальной культуре, быту и костюму древней Руси. Ну что ж, прежде чем начать рассматривать уже примеры древнерусских костюмов, мы с вами немножко напомним себе о том, как же выглядела древняя Русь в времени, это архитектура прежде всего. Ну и вот примеры такой древнерусской архитектуры, это, конечно, как правило, церкви, которые сохранились по маршруту Золотое кольцо. Это Псков, это Новгород, это Владимир, то есть города, где мы можем видеть памятники древнерусского зодчества. Например, Миршеский монастырь в Пскове, где также помимо старинных храмов сохранились еще и фрески. Примеры фресок вы видите. Опять же вспоминаем Византию и византийские одежды, византийские фрески и мозаики, которые мы с вами смотрели в предыдущих лекциях, и можем сразу же провести параллель с этими изображениями в древнерусских храмах. И нужно сказать, что это сходство, оно не случайно, то есть традиции Византии, они во многом повлияли на становление религии, христианской религии на Руси. И вот, собственно, многие заимствования были взяты именно из Византии. Поэтому отсюда такое сходство. Еще примеры фресок. Обратите внимание и на колорит, в том числе. Насколько они разные, но в то же время есть и огромное количество черт схожих с Византией. Георгиевский собор, старый Ладога, и фрески Георгиевского собора в интерьере. То есть, несмотря на то, что очень много иностранных мастеров в то время работало в Древней Руси, они, конечно же, приносили вот эти традиции, влияние извне, из Византии. Все же древнерусские живописцы могли и проявлять самобытность. Собственный стиль формировался, который достаточно характерен. Узнаваем и вот примеры этого стиля мы видим сейчас в данных работах. Ну, несколько слов о древнерусском государстве. Вообще, древнерусское государство, о котором практически ничего не известно, в период раннего и средневековья условно обозначается в современной историографии как русский каганат. Первые сведения о государстве русов относятся к 1-3-9 века. В 839 году упомянуты послы кагана народа рос, прибывшие сначала в Константинополь, а оттуда ко двору францкого императора Людовика Благочестивого. С этого же времени становится известным этноним Русь. Термин «Киевская Русь» появляется впервые позже в исследованиях 18-19 веков. Ну, а до того времени использовали именно этноним Русь. В 860 году Русь совершает первый поход на Константинополь. Греческие источники связывают его с так называемым первым крещением Руси, после которого на Руси, возможно, возникла епархия и правящая верхушка приняла христианство. Ну, вот отсюда уже начинаются определенные взаимовлияния, культурный обмен со стороны Византии, между Византией и Древней Русью. И вот вы видите изображение кронации императора Михаила I в Константинополе в 1811 году. Он солдат и держит на щите императора и патриарха Никифора I. Далее, для наглядности, я тут привожу еще пример карты Древней Руси, где отмечены основные города того времени. В 862 году варяги дружинника Рюрика Аскольд и Зир, плывший в Константинополь, стремясь установить полный контроль над важнейшим торговым путем из варяг Бреки, устанавливать свою власть над Киевом. В 879 году в Новгороде умер Рюрик. Княжесть, княжение его было передано Олегу, регенту при малолетнем сыне Рюрика Игоре. В 882 году по летописной хронологии князь Олег, родственник Рюрика, отправился в поход из Новгорода на юг. По пути он захватил Смоленск и Любич, установил там свою власть и поставил на княжение своих людей. Ну а далее Олег с новгородским войском и наемной варяжской дружиной под видом купцов захватил и Киев, убил правивших там Аскольда и Дира и объявил Киев столицей своего государства. Изучение этногенеза славян с помощью археологии наталкивается на следующую проблему. Современной науке не удается проследить ретроспективным методом до начала нашей эры смену и преемственность археологических культур, носителей которых можно было бы уверенно отнести к славянам или к их предкам. Отдельные археологи принимают некоторые археологические культуры на рубеже нашей эры за славянские, априори признавая автохтонность славян на данной территории, даже если ее населяли в соответствующую эпоху другие народы согласно синхронным историческим свидетельствам. Основной ячейкой общества у славян являлась община, называемая в летописи род. Судя по характеру жилищ и поселений, община состояла из семей, которые включали лишь ближайших родственников. Семейные обычаи у разных племен, конечно, различались. Основным занятием общинников было земледелие, ремесло носило домашний характер, из общины выделялся слой воинов-профессионалов, вои их еще называли. И они в летнее время занимались военными набегами на Византию, также на другие территории с целью грабежа и захвата рабов. воины объединялись в небольшие отряды по несколько сот человек, дружины, которые соединялись и могли образовывать армии до одной-двух тысяч человек. Во главе этих отрядов стояли вожди, то есть князья и воеводы. Из общины выделяется слой воинов-профессионалов. Мы отметим для себя, есть еще князья. То есть уже тогда, на тот период в обществе древнерусском существовали определенные классы, каждый из которых занимался определенным своим занятием. То есть было уже какое-то определенное разделение функций и определенное понимание, что же такое община. Находок захоронений военной знати практически нет, однако имеются находки кладов с монетами с золотой и серебряной мутварью, награбленной во время походов. Вооружение воинов было достаточно легким, это щит с кожаным ремнем для ношения и копье, также стрелы с ядом. Испехи упомянуты лишь однажды. Упоминаются также и мечи, но они были оружием небольшой верхушки воинов. В источниках отсутствует упоминание о слое жрецов или волхвов. У антов археологи не обнаружили каких-либо крупных религиозных комплексов, на которых они могли проживать. Однако этот слой, несомненно, существовал, но не выделялся из числа общинников, так как небольшие жертвенные ямы находились в поселениях, местами культа были рощи, водоемы, деревья, камни. Полянские жрецы отправляли культы и бросали жребий при необходимости избрания человеческих жертв. Во время неурожая и голода в жертву приносились младенцы, старики, в урожайные годы пищевые продукты. Жрецы произносили молитвы, связанные с урожаем. Производились гадания. Главным божеством антов и полян был Перун. Изображение Перуна – это, конечно, представление современного художника. Вот такой языческий бог, который считался главным в языческом пантеоне славян. Основой экономики было земледелие. Среди возделованных культур в разных регионах преобладала пшеница, выращивались ячмень, рожь, овес. Вторым главным занятием славян было раздведение крупного рогатого скота, свиней, овец, кур и уток. Населенные пункты были преимущественно неукрепленные. Они состояли из 8 до 20 домов, иногда до 92. В ряде регионов они располагались гнездами на расстоянии 300-400 метров. Гнезда находились на удалении, в несколько километров друг от друга. Ну а жилища были простыми полуземлянками площадью 8-20 метров с дощатым или обмазанным полом. Пол обмазывали глиной. Стены либо срубы, либо столбовые конструкции. Крыши двускатные с деревянным каркасом, крытым соломой. Неотъемлемой частью дома был очаг на западе славянских земель, ну а на востоке печь. И слайды также я сопровождаю миниатюрами древнерусскими для того, чтобы у вас также было представление. Помните, когда мы изучали с вами средневековую Европу, очень много слайдов я делала именно с миниатюрами. Они полезные источники для пополнения ваших знаний, обогащения ваших знаний о костюме, о культуре, о быте людей того времени. Ну и, в принципе, книжная миниатюра древней Руси носит точно такую же функцию. Далее еще некоторые изображения божеств из языческого пантеона древних славян. Это узор калужской вышивки и, по мнению некоторых исследователей, он изображает богиню Макошь в окружении всадниц и птиц. Макошь это покровительница предения, ткачество, женское божество, которое также покровительствовало матерям, незамужним девушкам. Особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту, одежду и в народе, и у боярства. Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин белое лицо с ярким румянцем. Ну и соболиные брови, также у мужчин кладистая борода. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. В древней Руси изготовлялись главным образом льняные ткани из шерсти. Лен мог быть в различной выработке, от грубого холста до тончайших полотен. Домотканная терять была в грубой выделке и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, также на нижние домашние одежды для посадских людей, для бояр. Верхние парадные одежды, знати изготовлялись большей частью из привозных тканей. Русские костюмы были, конечно, очень красочными. Шили их из тканей разных оттенков – гряные, червленые, сине-голубые, лазоревые. Все цветные ткани назывались «крашеницами». В народе чаще вышили одежды из льняных тканей с набивным узором, из пестридей ткани, из ниток разного цвета. То есть пестридь – что-то пестрое, вот, собственно, такое название. Успевайте записывать новые термины обязательно. Так вот, часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха особоля, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, также меха различных животных, лис, сайцев, белок. Итак, начнем сейчас уже более подробно рассматривать мужской костюм. Самая ранняя форма мужского костюма состояла из короткой или длинной башки без ворота с длинными суживающимися кисти рукавами. Вспоминаем, где еще, в каких странах, в каких периодах такие же были покои, когда скроенный был материал, ой, скроенная, точнее, надежда была скроенная, и кова были зауженными. Рубашка могла быть распашной или накладной, но обязательно подпоясывалась. Широкие штаны, собранные шнуром на поясе, и у ступней надевались под распашную рубашку или поверх накладной. Четырехугольный плащ застегивался на одном плече. Обувь делалась из целого куска кожи и перевязывалась у лодыжек ремнем. На голову надевался войлочный колпак или круглая меховая шапка. К 1920 году славяне уже одевались в костюм нормандского типа. Его отличительной чертой были украшения из металлов. Основными части были рубашка, штаны, к которым добавлялся кафтан до колен и без рукавов. Кафтан застегивался на груди пряжкой, подпоясывался ремнем, окованным бронзой, украшался бронзовыми кольцами. Но штаны под коленом и у ступней вместо перевязя надевались металлические обручи. Плащи застегивались фибулами. Также вспоминаем, куда нам известно слово фибулы, этот термин, и в каких других государствах и культурах также использовались фибулы. Насколько их назначение отличается, либо оказывается схожим. Существовавший волочный колпак теперь отделывался металлической спиралью с пряжкой наверху. Вместо грубых шерстяных и волочных тканей одежды, знаете, изготовлялись из тонких шерстяных и шелковых нитей. Ну и встречалась также в одежде более дорогая ткань, например, парча. О том, что она из себя представляла, мы тоже с вами уже говорили в предыдущих лекциях. То есть, в принципе, достаточно распространенный был тип ткани в разных странах, в разных культурах. Женский костюм. Первоначально женский костюм состоял из тех же частей, что и мужской. Но был шире, длиннее, шился из менее грубой кожи и ткани. К нормандскому периоду женская рубашка была ниже колен с грубым бортом. Вышивки по вороту также были. Обшлага, пандол также были украшены, играли роль как оберег. Также были еще и украшения. Для нормандского периода характерна была юбка до щеколотки, одевавшаяся поверх рубашки, расшитая по подолу металлическими украшениями. Форма женских плащей и обуви были аналогичны мужскими. Ну и украшения такие как жерель, бусы, гривны, браслеты также были в ходу и у женщины, и у мужчины. Наиболее были распространены железные шейные гривны из четырехугольного прута, частично перевитого, с подвесками, с изображениями символов, связанных с логическими представлениями скандинавов. То есть вот оно еще явное родство и с другими культурами. Ну и следует отметить, что существовало влияние византийской культуры и татаро-монгольского ига на русский костюм X-XV веков. Вот об этом мы подробнее сейчас поговорим. И главное еще знать о том, что как раз после принятия христианства в X веке на Руси под влиянием византии стали носить длинные неприталенные одежды. Костюм скрывал форму тела, он был свободным, хотя и не очень широким. Когти одни чертами мужского и женского костюма были эстетичность и простота силуэта. Почти все русские одежды этого периода накладные, с небольшим разрезом впереди. Драпирующихся одежд знать почти не носила, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не были столь длинны, как, например, в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских. Ну и показываю вам также для того, чтобы для большей наглядности интерьера Софии Киевской. Помню, да, Софию Константинопольскую. Мы смотрели с вами фотографию София Киевская. И также сохранились вот такие схемы фресок Софийского собора в Киеве. На примерах фресок, на заях мы с вами всегда изучаем костюм. И это, как правило, очень ценные источники по костюму. Есть также и София Новгородская. То есть храмы эти были и в Киеве, и в Новгороде. Ну и убранство этого храма также видим на примере этих слайдов. Есть также некоторые памятники древнерусского изотчества, которые относятся к этому периоду. Вот 10-15 век — это Ярослава Дворищева Новгороди. Ну и обратите внимание на эту иллюстрацию. Здесь вы видите как раз крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде, на шивке с двумя гнездами для пуговиц. То есть классовая дифференциация проявлялась в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы и украшения. В период татаро-монгольского инга этот костюм сохранился, что, видимо, было обусловлено сплоченностью русского народа, как условием сохранения своей самобытности. Однако, пережив монгольское инга, Русь восприняла некоторые формы и наземные одежды. Главное, что восприняли русские из монгольского костюма — это, конечно, его многослойность. После освобождения торговые связи расширились, и в 15 веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, с Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча, аксамит — ткань с золотыми узорами, тафта, камка — шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком, бархат с тисненным рисунком и золотной бархат, то есть сшитый золотыми нитками. Все дорогие привозные ткани на Руси носили название «Павлок». Одежды украшались различными вышивками, шелком, жемчугом. Мелкий речной жемчуг добывали сами, а крупный, морской, привозили с Востока из Ирана. Ну и мужской костюм уже 10-15 веков. Посмотрите, насколько он меняется. От костюма предыдущего периода сохранилась только круглая, отороченная мехом шапка. Русской костюм представлял собой тунику с узкими кистью, рукавами, штаны, облегающие ноги, плащи. И вещи шились из дорогих византийских тканей, часто затканных золотом. Главным украшением мужского костюма был пояс с шелкой, бархатной, кожаной. Плетеные золото с серебром их усаживали золотыми и серебряными бляхами, жемчугом, каменьями. Примеры древней русского кафтана, как он выглядел именно в период 12-16 веков. Ну и кафтан относится к мужскому костюму. Длинные, короткие кафтаны были прямые, с пышными складками, носили их с цветными шароварами. Плащ все чаще заменял терлик в короткие, узкие, отрезной потали и кафтаны. И некоторые другие примеры одежды, тоже взятые из росписи, из миниатюр. Ферес также такой пример верхней одежды мужской. Шуба. И вот это как раз изображение новгородцев, молящихся новгородцев, которым можно изучать некоторые особенности костюма древнерусского периода 10-15 века. Новой формой головных упоров стала мурмалка, высокая шапка с суживающейся кверху тульей и отворотами. Но появление новых платьев не изменило основных элементов мужского и женского костюма. Мужским украшением были серьги, все остальные украшения считались женскими. Ну и далее переходим уже к женскому костюму. Основой женского костюма была рубаха, доходившая до ступней. Богатые женщины носили одновременно две рубахи, исподнюю и верхнюю, причем верхняя шилась из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, могла быть собрана у борота в густую сборку. Ее украшали вышитым орнаментом и носили с нешироким поясом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили панюбу, юбку с запахом, крепившуюся вокруг талии шнуром, гашником. Княжеская одежда и, опять же, примеры изображений князей в их парадной одежде, взятые из фресок, реконструированных фресок Софийского собора в Киеве. Они чаще всего шили из пеострых тканей. Девушки поверх рубахи надевали запону на равник, которая была короче рубахи и по бокам не сшивалась. Запону всегда подпоясывали. По праздникам сверху надевали на вершник, обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими и широкими рукавами. На вершник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность. Под влиянием византии женский костюм превратился в тунику с узким кисти, рукавом и плащом. И вот примеры по нему женского костюма. Также нагрудник, сорочка, запона, на равнику. Все вот эти термины вам нужно выписать и знать их. Головные уборы женского костюма. На голове замужней женщины обязательно носили покрывало, как знак покорности и подчиненности мужу. Украшениями служили манисты, ожерелье, цепи, кольца и перстни. И вот такие височные кольца еще использовались для украшения. Головные уборы девичьи, это в основном венки, височные кольца разнообразные. Видите, голова у незамужних девушек не покрыта, волосы видны. У замужних женщин наоборот. Вот такие головные уборы с покрытой головой. Мужской и женской обувью были сапоги с загнутыми кверху носами, украшенные золотыми и серебряными прошивами, драгоценными камнями и жемчугом. Вот примеры обуви древнерусской. Сапоги, ажурные туфли, детские туфельки, полусапоги. Изображение обуви, примеры. От простой крестьянской лаптей до царских сапожек, вышитых жемчугом и драгоценными камнями. Уделите время в ходе лекции на обсуждение, чтобы вам проговорить, найти для себя ответы на эти вопросы по материалу. В чем заключалось влияние Византии и христианства на древнерусский костюм? Какие татаро-монгольские влияния можно отметить на древнерусском костюме? Дайте общую характеристику и декору мужского и женского костюма Древней Руси. Сейчас мы с вами посмотрим уже русский костюм 16-17 веков. Все одежды до монгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но при этом изобиловали навесными украшениями, то есть украшениями надетыми поверх одежды. Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты, песочные кольца, прикрепленные к женскому головному углу. И в период московского государства навесных украшений стало меньше, зато костюмы шили теперь из богато декорированных тканей. Одежду покрывали так называемыми неподвижными украшениями, то есть это вышивка шелком, конетелью, крученной золотой или серебряной нитью, битью, расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки, металлическими дробницами-пайерками. Ну и костюмы украшали саженным жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева, так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была также оторочка цветной ткани. На протяжении всех периодов развития русского государства были высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения, гривны, култы, серьги, перстни были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники особенно развиты были зернь, чернь, филигрань и эмаль. Все элементы одежды, соединяясь в костюм, формировали образ статичный и величественный. Примеры декоративных пуговиц, которые украшали костюмной, и они также служили практическими функциями серьги. И примеры того, как серьги выглядели как детали, дополняющие как аксессуары, дополняющие женский костюм. Вспомним одеяние византийского императора, о котором мы говорили с вами в рамках определенной лекции. И вот в данном случае мы видим царский костюм древнерусский, который также достаточно сильно напоминает византийский костюм императора. Основой мужского костюма по-прежнему в 16-17 веках оставляла рубашка срачица или сорочка. Поверх рубахи надевался зипун, кафтан без стоячего воротника, а поверх него уже кафтан. Поверху кафтана, как верхнюю одежду, надевали ферез. По сути, ферез – это такой длинный кафтан, длинный кафтан без воротника на пуговицах с рукавами и с разрезами в рукавах. Ферези мыли летние или зимние, их так и называли – холодные и теплые, без утепления или с утеплением. Ну и еще примеры мужского костюма. К верхним одеждам также относились однорядка широкая и длинная распашная одежда без воротника с длинными рукавами, с проймами подмышками. Задняя часть ее делалась выше передней. Был также еще такой элемент гардероба, как охабень, отличавшийся от однорядки от ложным воротником, спускавшимся до середины спины. Ну и можете посмотреть еще однорядка – это, по сути, летняя одежда, а голодной убор – тафья. И вот примеры как раз того, как в живописи мы можем узнавать различные элементы костюма. На Иване Грозном, например, тафья, посох, перчатки с вышивкой, софьяновые чоботы и шуба с шестью застежками. Пуговицы, отметьте, такие, как мы видели с вами на слайде крупным планом. То есть объемные, массивные пуговицы, которые выполнены из драгоценных металлов и украшены фактически как ювелирные изделия. Роль торжественной одежды из дорогих тканей, украшенной золотом, жемчугом и драгоценными камнями, играла платно. Цари надевали его при больших выходах. А Пашин повторял крой плотно, только задняя часть кроилась длиннее передней, и рукава были длиннее и к запястью уже. Помимо варяжской шапки, не выходившей из моды, также и мурмалки носили высокие горлатные шапки. Головные уборы. Также примеры мужских головных уборов в зависимости от того, к какому сословию человек принадлежит. Это крестьянин, горожанин, боярин. Неизменно всегда присутствует мех. Единственное, смотря какой это мех, и фасон также несколько отличается, особенно у бояр. Вообще, изучая древнерусский костюм, полезно смотреть произведения русских художников, которые работали в стиле историзм. И вот у Сурикова, например, очень много произведений, где он очень детально, прежде чем их написать, изучал как раз древнерусский костюм. Далее полезная еще такая для вас тренировка на память, на узнавание. Это посмотреть на какую-либо картину историческую и задать себе вопрос, какие предметы одежды вы узнаете на картине. То есть стараться вспомнить все эти новые термины, соотнести их визуально с различными предметами костюма и суметь их идентифицировать и назвать. Для этого также вам советую посмотреть графику Билибина. Она достаточно интересная по колориту и, конечно, является таким важным источником по костюму в том числе. Ну, что касается женского костюма, то рубашка, конечно, была основой. Это была первая одежда, белая, нижняя рубаха одевалась на тело. Согласно названию, она служила бельем. Ну, а верхняя рубашка красная, краилась также, но шире и длиннее, с длинными рукавами. Она соответствовала современному платью. Носилась она только дома. Ну, и чем тоньше была материя, тем длиннее делались рубашечные рукава до 110 сантиметров, которые собирались в мелкие складочки. Из так называемых выходных одежд носили телогрею, распашное платье с пуговицами с рукавами ниже подола и проймами подмышками. Шубку, накладную столовую рубашечного покроя с высоким воротником-стойкой, с рукавами до подола и проймами подмышками надевали. На выходные шубки сверху надевали накладное жерелье, пелерину из бобрового меха. Летник имел крой, как у шубки, и от всех остальных одежд он отличался лишь кроем боков, накапок, украшенных вошвами. Летник с разрезом спереди назывался распашницей или опашницей. И рекомендую вам также смотреть картины Рябушкина, поскольку он вдохновлялся именно русской тематикой, Русью 17 века, изображал людей достоверно и их костюмы тоже. Вот можете посмотреть примеры царица Марии Ильиничного Пашницы. Сверху надета круглая накидная жерелье. Это мы также видели и в других культурах. Вспоминайте, как там назывались эти термины. Отделывались женские одежды опушками полосоткани контрастного цвета, пришивавшиеся сверху на подое платье, и подольниками полосоткани контрастного цвета, которая прибавлялась к длине подола. Ну а верхней одеждой служил картель, который кроился как литник, но подбивался мехом или торлоп, отличавшийся от картеля только стоячим или отложным боротником. Ахабиня Пашинь верхнее распашное платье, подбитое мехом, назывался шубой. На ногах башмаки и четыре чуботы. Дальше смотрим еще сарафан. Один из наиболее таких распространенных предметов гардероба женщин на Руси. И вот примеры поневые нагрудника. Замужняя карелка в шушуне. То есть вот такие еще ксилографии, гравюры, они являются также очень важными и полезными источниками по изучению костюма. Ну и мы с вами уже говорили о головных уборах в более ранние периоды. Замужние женщины покрывали головы, незамужние носили головные уборы определенные, которые наставляли их волосы, голову открытыми. Ну а позднее, уже с течением времени, на голове девушки носили ленту-перевязку, которую называли начелка, начельника, челка. То есть вот несколько было разных терминов, которые запомнили спокойно и хорошо. Сплошная повязка называлась венком, сделана из металла венцом. Женщины прятали волосы в подубрусник, легкую шапочку с подзатыльником. Сверху надевался убрус, прямоугольный платок или волосник ошибка, головная сетка, вязаная и плетеная из волоченого или прядиного золота. и серебра. Также вам еще советую работы Аргунова и Рябушкина посмотреть. Это во многом касается именно такой крестьянской тематики, древнерусской. И там вы увидите портреты, изображения крестьян в национальной одежде. Вам это полезно, отсматривать такие работы. Ну и нужно сказать, что, конечно, головные уборы, да и не только, в принципе, костюм отличался от губернии, отличался от местности. То есть нужно иметь в виду, что те материалы, которые я вам даю в рамках лекции, они, конечно же, ограничены, во-первых, по времени и по наполненности материала. То есть в ваших представлениях все-таки должно быть заложено, что лекция – это не основа. вам нужно еще также иметь более широкое представление по этой теме. Поскольку мы не можем в рамках лекции рассматривать отдельно, допустим, каждую губернию с ее характерным костюмом. Как венец был девичьей короной, так кика была короной замужних женщин. Вот. И мы видим с вами примеры. Киком пришивались рясы. Корона отличалась от кик формы или материала. В летнее время надевали ярковые шляпы, в осенне и зимнее носили шапки с околом меховым, шапки-столбунцы, культуры, треухи. И кокошники, наверное, самым распространенный, известный, голодной убор. Так вот. В 20-м веке начале 20-го века некоторые представительницы знатных родов надевали кокошники и позировали в них. Ну что ж, на этом у меня все. И мое задание для вас по этой теме, это, конечно же, составить краткий словарь, список терминов по костюму Древней Руси, чтобы уже новая серия лекций для вас была воспринимаема и информативна максимально. Ну а я вас благодарю за внимание и мы с вами увидимся на следующей лекции. Всего доброго!